МАКШАНСКОГО ПОЛКА Сомнение 1908 года. Хоть профессия музыканта и не ассоциируется с героизмом, история говорит об обратном. Военный оркестр Макшанского полка прошел бок о бок с солдатами десятки боев. И в феврале 1905 года, когда полк попал в окружение, командир отдал приказ «Знамя оркестр вперед!». Военные музыканты поднялись из окопов и смело повели солдат в бой. Японское окружение в результате было прорвано. В Самаре бережно хранят память о храбрости военных оркестров. В нашем городе проходит традиционный фестиваль на сопках Манчжурии, где лучшие духовые оркестры выступают для гостей и жителей нашего города. Представить военный парад без музыки невозможно. На сегодняшний день, как и в былые времена, оркестр играет не последнюю роль в повседневной жизни армии. Вообще основная задача оркестра по-прежнему остается обеспечение служебно-творческой деятельности части. У нас очень большое количество личного состава, как военнослужащих, так и гражданского персонала, для которых надо проводить и концертную деятельность, обеспечивать прохождение торжественным маршем. В частях это все присутствует. Элементарно, каждое утро мы играем государственный гимн Российской Федерации, поднимается флаг. В этом году военно-оркестровой службе Вооруженных сил Российской Федерации исполнилось 102 года. Но первые упоминания о музыкантах в рядах военных относятся еще ко временам царствования Ивана Грозного. Тогда их основной задачей была подача звуковых сигналов войску в случае приближения врагов к городу. Ну и, конечно, как и современные военные оркестры, они отбивали ритм, помогающий армии двигаться синхронно. Оркестровая музыка – это не единственное проявление творчества в армии. До наших дней дошло огромное количество стихов и песен, написанных военными на передовой и в окопах. Например, в Александринском гусарском полку порядка семи офицеров писали свои стихи. Основной поэт полка – это был Владимир Александрович Петрушевский. Помимо Петрушевского в полку были такие поэты замечательные, как Гумилев. У него осталось огромное количество стихотворений, посвященных именно полку, командиру полка в том числе. Самарцам хорошо известно как и о военных подвигах прославленных Александрийских гусар, так и об их творчестве. В 1910 году они были передислоцированы в город на Волге. Большое количество стихов и песен родилось именно на фронте. Посвящались они храбрым товарищам, своему полку и, конечно, родному краю. О славном городе Самара в своих стихах гусары упоминали постоянно. Благодаря работе военно-исторического клуба «Бессмертные гусары» большое количество стихотворных произведений было найдено и представлено широкой публике. Поющая армия непобедима. Творчество всегда помогало военным поднять боевой дух. Когда началась специальная военная операция, в зону боевых действий отправились и творческие коллективы для оказания моральной помощи бойцам. Самарский ансамбль «Волжские казаки» одним из первых поддержал наших военнослужащих. В местах, где они там проходят смена, отдых, ротация, там мы выступаем. Ну, ребята немножко расслабляются, правильно? Мы привозим, не только приезжаем с концертами, мы взьем какие-то им подарки, письма от детей, гуманитарную помощь, какие-то там сладости. Эмоциональная разгрузка у них, естественно, происходит. Вот, это чисто, как сказать, ну, любой психолог скажет, что это правильно. Просто они морально и душевно не отдыхают. Про работу агитбригад в современной России самарские документалисты сняли фильм «Фронтовая бригада». Он был представлен зрителям на площадке Дома офицеров в конце прошлого года. Творчество – это неисчерпаемый источник энергии. Оно во все времена вдохновляло военнослужащих на подвиги и служило моральной поддержкой. Редактор субтитров А.Семкин